7 тонн некачественной продукции было забраковано в этом году. Эти данные руководитель регионального управления Роспотребнадзора озвучил сегодня на совещании в областной администрации. В лидерах черного списка овощи, сливочное масло, молоко, птицеводческая продукция, алкогольные напитки. Предприятия, которые в этом направлении отличились, это Липецкая область, УАУ Куриное царство, ЗАУ Победагра, Брянск, Долгородская область, Ясная Зорьб, Курская молочная компания, Карачев молоко, стабильный поставщик некачественной продукции. Такая география нарушителей – итог того, что мы не продвигаем местного производителя, считает заместитель губернатора. Хотя в списке значились и Уридский молокозавод, и Орловская Нива. Но, по мнению Игоря Гармаша, плохие продукты на столы орловчан попадают именно из других регионов. Такой внезапный прилив патриотизма скрасил и цитатами классиков. Вспомнил Верещагин, он говорит, я-то что, мне за отчизм, за державу обидно, да? Так вот, мне обидно, что мы, здесь у нас торгуют все и чем угодно, кроме нас. Но гордость-то должна у нас быть собственная. Только непонятно, к кому, как никобластному руководству, должен быть направлен этот призыв. Если в регионе не созданы приоритетные условия для развития местного производителя, то чья здесь вина? Из-за отсутствия грамотной политики в этом плане наши товары оказываются неконкурентоспособными, и привезти продукты с другой области порой выгоднее, чем выставлять свой. Почему мы не можем все-таки найти тот минимум 30% или 27%, который присутствует в других субъектах, по реализации своей продукции? Мы посмотрим те моменты, которые позволяют нам. Да нет, вы уж, пожалуйста, давайте 10-дневный срок с управлением торговли все-таки подумайте. Что мешало разработать программу в поддержку местного производителя раньше, непонятно. Кстати, особые претензии у наших властей накопились к зау Тандер и их большегрузам. Пересмотреть запрет въезда в центральную часть города грузовых машин с прицепом, с маркой «Магнита». Во многих регионах у них есть логистические центры, где они приобретают новую габаритную технику и развозят. У нас они ведут себя по-хозяйски. Ограничено все. Это должны органы ГИБДД работать. Они не работают. Перекадщики. Посмеялись и забыли. Хотя на следующий год, по словам властей, будет разрабатываться специальная программа по поддержке местного производителя. Но не закончится ли все это снова красноречивыми словами? Анастасия Тимоничева и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.